Когда я слышу словосочетание «обручальное кольцо», у меня сразу ассоциация возникает с золотым кольцом, платиновым, ну в крайнем случае серебряным. Если у вас тоже так, то значит вы отстали от жизни, так же как и я. Постепенно входят в тренд кольца из карбидовольфрама, титана, нержавеющей стали, карбона и даже дерева. У нас имеется пять, пока что экзотических колец. Одно кольцо, стилизованное под кольцо всевластия. Материал нержавеющая сталь. Кольцо из титана. Титан очень прочный, вязкий, легкий металл. Его сплавы используются в космической промышленности и из него делают бронежилеты. Кольцо из карбидовольфрама. Это один из самых твердых материалов, лишь немногим уступающий алмазу. Кольцо из углеродного волокна. Оно очень легкое и, наверное, будет очень прочное. Оно немножко шире, чем кольца из металлов. К сожалению, мне удалось найти кольцо только такой ширины. И кольцо из дерева. Я думаю, про такой материал, как дерево, рассказывать не стоит. Сейчас посмотрим, насколько эти кольца отличаются по весу. Деревянное кольцо имеет вес 1,37 грамма. Это самое легкое кольцо. Карбоновое чуть тяжелее. 2,2 грамма. Кольцо из титана имеет вес 3,5 грамма. Из нержавейки почти 5 грамм. Конечно же, самым тяжелым будет кольцо из карбидо-вольфрама. Его вес более 12 грамм. Кольца из металлов имеют одинаковый размер и почти одинаковую форму. Карбидо-вольфрама в несколько раз тверже титана. Кольцом из карбидо-вольфрама можно с легкостью поцарапать титановое кольцо. Но какое из этих колец выдержит большую нагрузку под гидравлическим прессом? Скоро мы об этом узнаем. Начнем с деревянного кольца. 4 килограмма. Ну как-то не очень много. Хотя что стоит зажидать от такого тонкого куска дерева? Посмотрим, на что способно углеродное волокно. Кольцо из карбона выдержало нагрузку чуть более 80 килограмм. Теперь посмотрим, на что способно углеродное волокно. Способны металлические кольца. Нержавеющая сталь. Это кольцо имеет более закругленные края и не очень хочет стоять на плоской поверхности. Предварительно немного его прижмем. Сталь неплохо себя показала. Кольцо начало деформироваться при нагрузке около 100 килограмм. Далее нагрузка возрастала пропорционально деформации кольца. Кольцо из легендарного титана. Я не знаю, чистый это титан или титановый сплав. Но явно это кольцо держит нагрузку хуже, чем кольцо из нержавеющей стали. И наконец-то самое твердое кольцо из карбидовольфрама. Оно абсолютно никак не деформировалось. Просто при достижении нагрузки чуть более 100 килограмм разлетелось на куски. На замедлении можно заметить, что некоторые маленькие кусочки полетели с очень такой даже немаленькой скоростью. Что ж, подведем итог сегодняшних испытаний. Самое хорошо себя показало самое дешевое кольцо. Кольцо из нержавеющей стали. Чуть хуже сопротивлялся нагрузке титан. Карбидовольфрама вообще как-то быстро сдался. Я, честно говоря, думал, что он будет покрепче. Не так уж сильно отстало от них по прочности углеродное волокно. А кольцо из дерева просто можно раздавить пальцами. Субтитры сделал DimaTorzok